Снег, дождь и перепады температур. К сожалению, как и в математике, эти слагаемые в любой последовательности ежегодно приводят к одному итогу – гололёдным травмам. Подтверждение этому факты. Только за полчаса съёмки в травматологический пункт больницы скорой медицинской помощи обратились двое граждан с травмами ноги и головы. С нарастающим итогом, с момента начала учёта, к нам обратилось 204 человека с гололёдной травмой. В подавляющем большинстве они обслужены амбулаторно и лечатся в поликлиниках. Ну, есть лица, которые прооперированы сейчас. Самые частые травмы – это повреждение голеностопного сустава, ручезапясного сустава, вывихи, литерированного вывихи, головки шеи и плеча. Количество пострадавших увеличивается в периоды, когда на дорогах образуется наледь. Так, пик января пришёлся на 20 число, когда 23 человека обратились с жалобами на ушибы и переломы различной степени тяжести. Вместе с тем профессионалы знают, как минимизировать последствия скользкого зимнего характера, избежать нескольких недель или даже месяцев реабилитации. Правила таковы. В первую очередь, это должна быть обувь по сезону. То есть, должен быть протектор зимний, для того, чтобы меньше было скольжения. Это раз. Второе. Если уж попали в такую погоду неблагоприятную, надо ходить мелким шагом. Желательно носить также ещё и синие шапки или капюшоны в такую погоду. Потому что, когда падают, бывает хлёсткий удар, люди падают, случаются переломы костей черепа, тяжелой черепной мозговой травмы. Те же правила распространяются и на детское население. Однако, обращены они, в первую очередь, к родителям. В первую очередь, нужно обратить внимание на обувь и одежду ребёнка. Обувь должна быть, по возможности, с минимально скользящей подошвой, удобная, хорошо фиксирующая стопу. Одежда должна быть достаточно свободной, не стеснять движения ребёнка. Потому что, при падении, в общем-то, одежда должна не мешать человеку сгруппироваться, смягчить падение и, соответственно, получить меньшую травму или не получить её вообще. Пик травматизма среди детей приходится на весну и лето. Но и здесь, 19 и 20 января, наблюдалась повышенная активность. К сожалению, зимние травмы – такой же неотъемлемый атрибут пару года, как и гололёд. За январь 2022 года было зафиксировано 32 гололёдные травмы. Из них было две травмы госпитализированы. Наиболее часто обращаются с повреждениями нижних конечностей. Это травмы голеностопного сустава, коленного сустава, шибы пальцев. В основном это при катании на тюбинках, при каких-то развлечениях получены травмы. Начну рекомендации, нужно, чтобы родители следили больше за детьми, уделяли больше внимания, чтобы дети гуляли под присмотром. Ну и осторожно, самое главное.